Привет всем, с вами канал Marus Life. В сегодняшнем видео хочу поговорить о последних новостях и событиях, которые происходят сейчас в Чехии. В Чехию приехало уже около 200 тысяч беженцев из Украины. Около 80% взрослых, приехавших из Украины, составляет женщины. 55% всех приезжих это дети. Министерство внутренних дел выдало уже больше 110 тысяч специальных виз для беженцев из Украины. Всем этим людям нужно было ранее регистрироваться по приезду в Чехию в течение трех дней, но с 10 марта правительство Чехии изменило это правило. Сейчас же все, кто приезжает в Чехию, можно регистрироваться в течение 30 дней. Это сделано для того, чтобы люди, которые приехали с дороги, чуть-чуть отдохнули, могли спокойно себя чувствовать и потом уже только регистрироваться на получение специальной визы. Центры помощи беженцам созданы по всей Чехии. Помимо регистрации и медицинских осмотров, они обеспечивают также материально-техническую, гуманитарную, психологическую помощь, а также транспорт. Но самые загруженные центры, конечно же, это Прага и Брно. В целом Украину уже покинуло больше 2 миллионов человек. Самая основная проблема, ребят, сейчас это жилье, и многие агентства уже просто переполнены. Я уже набирал очень много агентств, уже и чешские, и украинские, и все, которые здесь зарегистрированы. Много реально заявок, все забито просто. Работа еще более-менее есть, но с жильем просто катастрофическая беда. Поэтому все ребята, которые мне писали и пишут, я с вами на связи. Как только что-то где-то освобождается, я дам знать обязательно. Но сейчас реально с этим беда. Поэтому к вам просьба, опять же, кто приехал в Чехию и уже имеет свое жилье, имеется в виду, снял квартиру, комнату, общежитие и так дальше, то по работе можно обратиться. Но если у вас нету жилья, нету где остановиться, там у друзей, знакомых, то я вам здесь, к сожалению, не помогу, потому что реально сейчас переполнены все общежития. И здесь я, к сожалению, без помощи. Это не означает, что не нужно ехать в Чехию, тут уже дело ваше. Кто-то проезжает транзитом, едет дальше, там на запад Европы, кто-то остается здесь. Опять же, приезжаем, обращаемся к волонтерам прямо на железнодорожном вокзале в Праге. Есть центры, прямо в самом вокзале находятся. И там уже можно обратиться за помощью, сказать, что у вас там есть жилье, нет жилья, что вам нужно. Они понимают спокойно все на украинском, на русском языке, поэтому смело обращаемся. Там вас скоординируют и расскажут, что делать дальше. Идем дальше к другим новостям. Правительство Чехии одобрело выплату украинским беженцам специального гуманитарного пособия в размере 5000 крон. Пособия смогут получить все беженцы, прибывшие в республику после вторжения России, то есть с 24 февраля 2022 года. Одобренный правительством законопроект предполагает, что первая выплата будет проведена всем автоматически. За следующим пособием смогут обратиться только обладатели визы, визу Мстчпени, находящиеся в труднофинансовой ситуации, нетрудоустроенные и не владеющие имуществом в Чехии. Но эту помощь они смогут получить не более 5 раз. То есть в общей сложности беженцы получают право на 6 пособий по 5000 крон. Ну и раз мы заговорили о этой специальной визе, я хочу напомнить всем о информации, что это за виза, которую выдает сейчас Чешская Республика. Значит первое, виза выдается на 1 год, это 365 дней. Второе, по этой визе человек может находиться только в Чехии. Никаких поездок по Евросоюзу не может быть. Виза выдается с количеством въездов 0. То есть если вы выйдете из Чехии, то это все. Обратно вы не вернетесь. Конкретно по этой визе. Четвертое, данная виза дает право работать только после получения разрешения от уряда працы. Называется оно поволоник замыслами. Только после этого вы можете идти спокойно работать. Пятое, самое основное. В случае окончания войны и когда вам уже ничего не будет мешать вернуться домой, то в течение 3 дней вы обязаны обратиться в МВД Чехии, то есть в ЗНСКУ полицию, либо ААМП, для отмены этой визы и получения выездной визы из Чешской Республики. Я понимаю, что здесь сразу может задаться куча вопросов. Почему так? Данная виза дана на год, если там закончится раньше война и так дальше. Да, мы все ждем, чтобы она закончилась пораньше. Но такие правила, которые прописаны в законе Чехии, то есть данная виза дает вам возможность находиться, жить и работать в Чехии, но это не означает, что нужно этим злоупотреблять. Поэтому, когда все закончится, то вы обязаны просто обратиться в полицию, аннулировать данную визу и возвращаться в Украину. Дальше уже, когда заработают посольство, консульство, то вы уже можете спокойно оформлять обычные визы и ехать, допустим, в эту же работу, либо делать там соединение семьи. Все зависит от того, у кого какие цели, планы на будущее. Ну и наконец переходим еще к одной новости. Новость приятная, на самом деле, для всех, кто находится сейчас в Чехии. Правительство Чехии одобрело смягчение масочного режима. С 14 марта обязанность носить респираторы будет отменена везде, кроме общественного транспорта, медицинских и социальных учреждений, такие как больницы, дома престарелых и так дальше. То есть, таким образом, с ближайшего понедельника жители республики смогут посещать магазины, рестораны, кинотеатры и другие крытые помещения без респираторов. Ну что, друзья, на этом у меня все. Всем спасибо за ваше время, за просмотры. Поддерживаем данное видео лайками, кто не подписался, подписываемся. Ну а мы уже увидимся с вами в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч. Слава Украине!